Неужели это действительно происходит? Происходит ли? Да, происходит. Я не просто слушаю вас на YouTube или в аудиопрограмме. Всё на самом деле, чёрт. Теперь ты можешь не только слышать, но и чувствовать меня. О, Господи! Джен Ферри смогла найти негативный смысл в стольких событиях своей жизни. Событиях, которые были за пределами её контроля. Она приехала на свидание с судьбой, но до этого, ещё в детстве, её бросила мать. Расскажи нам о своём самом раннем воспоминании. Моё самое раннее воспоминание? Я была ещё совсем ребёнком, дошкольником. Наверное, мне было 2-3 года. Я лежала на твёрдом земляном полу в деревенском доме в Южной Индии, на соломенной циновке. А перед этим я помню, как моя мама вылезла из кровати, встала и накрыла меня одеялом. И когда Тони попросил меня ощутить её эмоции, я почувствовала, что она была обеспокоена, колебалась из любви к своей маленькой дочери. Ей нужно было сделать выбор, оставить ли эту слепую девочку, которая может никогда не стать чем-то большим, чем просто играющий в грязи ребёнок. Девочку с очень сильно повреждёнными глазами, которая никогда не выйдет замуж, в которой не принесёт семье чести. Или отдать это дитя Богу, отнести на улицу, где меня найдут полицейские и отправят в приют. Когда Тони попросил меня взглянуть на это с точки зрения Бога, я поняла Его истину. И она вот в чём. Ты не продукт соединения спермы и яйцеклетки. Твоё место в другой семье. Я уверена, что Бог защитил мою мать, утешил её, когда ей пришлось сделать этот выбор и отдать меня, оставить меня там, на автобусной остановке. А я не хотела сидеть смирно, мне не нравилось ждать. Я не хотела делать то, что мне сказали. «Останься здесь, жди, пока я за тобой не вернусь». Я решила исследовать окрестности. Я была такой рисковой, что отошла от остановки и решила пойти за ней. Я услышала, как лает собака, и это заставило меня вернуться на скамейку и вскарабкаться на её спинку. Я кричала, плакала. Меня нашёл полицейский, который спросил, «Что ты здесь делаешь? Почему ты не в школе?» А я ответила, «Не беспокойтесь, мама за мной вернётся». Он сказал, «Конечно». Он сел рядом со мной на скамейку, мы поболтали, а потом, наверное, всё стало понятно. Этот полицейский, глядя в мои повреждённые глаза, понял, что происходит. Я верила, что мама вернётся за мной. Но я отправилась в приют. Моя мама Сандра из детского приюта рассказала обо мне моим новым родителям. Спросила их, «В наш приют сегодня поступила новая слепая девочка. Хотите взять этого ребёнка?» Мы знаем, что она подаёт большие надежды и может стать успешной, если окажется в правильном окружении. Мои родители сказали, «Мы возьмём Тангамани». Тангамани — это я. Ты не просто можешь прикоснуться ко мне. В тебе есть что-то большее. Не зрение, а что-то более мощное. Что-то, чего так не хватает многим людям. Потому что они смотрят, но не видят. Но у тебя есть дар. Твоя радость. То, что тебя ничто не способно остановить. Этот дар — любовь. Её так легко почувствовать. Она привела меня в этот конец зала. Я не мог тебя видеть, но я смог тебя почувствовать. И я знаю, что ты можешь почувствовать меня. Ты прямо сейчас можешь почувствовать их любовь к тебе. Да, можешь. Твои глаза смотрят вверх, и ты видишь что-то, что стоит за мной. Ты видишь то, что дало тебе этот дар жизни. То, почему ты сама дар. Дар многим людям. Тем многим людям, у которых есть столько всего. Но они забывают, сколько у них есть. Они забывают, какими дарами обладают. А ты стоишь сейчас здесь, полной радости. Кто-то может сказать, что у тебя нет некоторых из тех даров. Но я вижу, что это не так. Бог дал тебе дар. А ты дала дар Богу. Бог дал тебе жизнь. А ты дала Ему чувство любви, радости и благодарности за всё, что у тебя есть. Я хочу, чтобы ты, Софи и те люди, которые тебя сопровождают, приехали и на мастерство лидерства. Потому что ты станешь лидером нашей группы. Если захочешь, приезжай. Несомненно, ты так много можешь дать другим.